Приветствую вас, смотрите, вы попали отчасти в классическую травмирующую ситуацию, когда вы травмировались. Произошло очень грубое нарушение привычных ваших моделей поведения, привычных ваших представлений о мире, и в результате этого, конечно, вы теперь чувствуете себя в небезопасности. Здесь рекомендуется психотерапия, работа с переживанием, с травмой, с тем, чтобы прожить травму, чтобы она перестала вас беспокоить, вот, значит, прочистить её, вот, и, значит, все эмоции, которые у вас есть, прожить. Это первое. Второе. Ну, вы, наверное, сами понимаете и сами знаете, что не все люди, вот, подвержены травматичности, да? Вот, кто-то подвержен, кто-то нет, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени подвержен этому. И, как вы понимаете, у данных аспектов, конечно же, есть свои основания. А какие у этого аспекта основания? Ну, это некоторые ваши состояния, некоторые ваши собственные состояния, в которых вы находились на момент, когда данная неприятная ситуация с вами произошла. То есть, что я имею в виду? Я имею в виду, что на момент, когда франция произошла, то что произошла, ну вот, вы уже находились в определённом таком кризисном состоянии. Вот, вы уже находились в определённом такой позиции уязвимости. Вот. И, соответственно, для вас сейчас куда более привлекательным выглядит нахождение такой вот позиции, 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 позиции. Незащищённых. Вот. Чем... Болиция, при которой вы что-то должны делать. Я не думаю, что вас можно за это винить, может быть вы и раньше испытывали некоторую тревогу, может быть вы и раньше боялись, чего-то может быть у нас и раньше были, так скажем, определенные страхи, определенная такая тревожность. Ну а это немножко другое, так важно, то что сейчас на данный момент вы боитесь и вам, так получается, данное положение, данное состояние, оно вам чем-то выгодно. И наша продажа как психологов разобраться в том, чем может быть для вас выгодно в вашем состоянии. Чем для вас может быть удобно в вашем состоянии, что вы в нем находитесь, что вы в нем пребываете и так далее. Это очень важный момент. Собственно вокруг этого и выстраивается терапия. Ну, нужно понимать, что есть свои нюансы. Далее вы не чувствуете себя в безопасности, то есть вот помимо какой-то такой травмированности, да, вы не чувствуете себя в безопасности. И это тоже накладывает определенный отпечаток. Что такое отсутствие безопасности? Это проблема личных границ в первую очередь. Если вы не чувствуете себя защищены, значит вы не умеете защищать свои личные границы. О! А с чем этот момент связан? Ну, неужели смотреть? И, вероятно, учить вас лучше, качественнее защищать свои границы. Чтобы таких проблем, какие вот у вас, чтобы вы эти проблемы не испытывали. Ну, наконец, последнее на что я обратил бы ваше внимание на то, что вам может быть выгодно. Ваша текущая позиция на вам может быть удобна на вам, может быть полезна чем-то. Вот, несмотря на то, что вы хотите что-то изменить, да, несмотря на то, что вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась. Но, вполне может быть, что позиция как раз таки вам что-то дает. Вот, позиция вам чем-то выгодна. И, если это позиция вам действительно чем-то выгодна, то нужно, конечно, смотреть, чем она вам выгодна. Что вы, ну, можете через нее получать, через эту твою позицию такую. Вот, и дальше уже смотреть, что можно сделать. Ну, конечно, пока что-то, в самых-самых общих чертах. Я вам о вашей ситуации описал. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. А я желаю всего доброго вам. Я надеюсь, что ситуация разрешится и вы сможете жить полной жизнью. Я надеюсь, что вы решите свои трудности, которые у вас есть, да. Сейчас все решаемо. Что-то. Так, ладно, поднимет, то, все решаем, вот, споем, две проблемы, две проблемы, могут быть решены, вот, и, от вас, главное, только этого хотят, вот, такой вот ответ, я надеюсь, что это было полезно вам, обращайтесь, если появится желание поработать, вот, с радостью вам поможем, вот, удачи, самого доброго, вам.